В МИДе, мягко говоря, удивление. Официальный представитель в очередной раз подтвердила, что Россия в Сирии борется с запрещенным исламским государством. При этом она не поддерживает режим Башараса, да старается сохранить сирийскую государственность. Америка не намерена портить отношения с Россией на фоне конфликта в Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель Белого дома Джошу Эрнест на традиционном брифинге с журналистами. Спикер также подчеркнул, что Вашингтон приветствует конструктивную роль России в решении кризиса. Конфликт в Сирии – это не конфликт между Россией и США. Такие заявления неоднократно делал сам президент. Мы приветствуем конструктивную роль России в решении этого кризиса и их помощь международной коалиции в борьбе с ИГИЛ. Уже традиционный Эрнест отметил в своей речи, что Вашингтон по-прежнему недоволен тем, что Россия поддерживает президента Башара Асада. При этом журналисты неоднократно говорили спикеру о проигрышной позиции Америки на Ближнем Востоке. В Анкаре неизвестный мужчина разгромил мемориал жертвам теракта. Это попало в объектив телекамеры одного из турецких каналов, когда съемочная группа вела репортаж с места. Вандал стал пинать свечи, топтать цветы и фотографии. Все произошло во время траурного мероприятия прямо на глазах у родственников и друзей погибших. Несколько присутствующих набросились на мужчину с кулаками. От расправы его спасли полицейские. В крупнейших городах Турции продолжаются акции протеста. В Стамбуле на улице вышли тысячи человек. Санкционированная акция быстро переросла в стычки с полицией. Несколько человек задержаны. Спецслужбы Ливии в Триполи накрыли сразу несколько нелегальных убежищ для беженцев, организованных контрабандистами. На отправке в Европу ждали около 200 выходцев из Сирии и стран Северной Африки. Полицию удалось арестовать и нескольких организаторов нелегального бизнеса. У них была изъята крупная сумма. По приблизительным оценкам, стоимость перевоза одного человека до берегов Италии стоит 2,5 тысячи долларов. А в Германии, чтобы привлечь внимание депутатов Бундестага к проблеме переселенцев, активисты организовали для парламентариев прогулку по реке на лодке беженцев. Несколько десятков человек погрузили на надувное судно и вывезли на середину шпрея. По мнению организаторов, это флешмоба, участие в плавании, дает возможность на себе почувствовать, каким опасностям подвергаются люди в надежде попасть в Европу. Тем временем Ангела Меркель вновь призвала все страны Евросоюза включиться в поиск решения проблемы миграции. Напомню, в чем причина кризиса. Решение проблемы Германии и Европы следует искать за их пределами, поэтому я для переговоров в воскресенье отправляюсь в Турцию. Конфликт в Сирии должен быть решен политическим путем, и в этом процессе должны принимать участие все заинтересованные страны, включая США, Россию, Иран и Саудовскую Аравию. Нам предстоит тяжелая работа, только так мы сможем преодолеть причины появления беженцев. По сообщению немецких СМИ, Германии до конца года следует ожидать около полутора миллионов беженцев. Большинство украинцев разочаровались в руководстве страны и больше ему не доверяют. Такие результаты показал опрос общественного мнения, который провели в республике по заказу Международного фонда избирательных систем. Это неправительственная организация, офис которой располагается в Вашингтоне. Согласно исследованию, 56% граждан Украины считают, что их страна движется в неправильном направлении. Поддерживает настоящий курс только 20% опрошенных. Президенту Петру Порошенко доверяют менее трети жителей, премьер-министру Арсению Яценюку и того меньше только каждый пятый. При этом курс на Европу поддерживает почти половина респондентов. Еще 19% украинцев настаивает на том, чтобы Киев строил тесные отношения и с Европой, и с Россией. А 14% вовсе считает, что у Украины свое будущее. Об объективном расследовании катастрофы Боинг, действиях российской авиации в Сирии, а также о страховых взносах в пенсионный фонд и запрете должникам управлять машинами, говорят сегодня депутаты Госдумы. На охотном ряду большая повестка дня. Также парламентарий готовится к встрече с министром иностранных дел. Сергей Лавров выступит на правительственном часе. О чем пойдет речь, узнаем у Ксении Некрасовой. Она выходит на прямую связь со студией. Ксения, какие вопросы готовят министру и что еще сегодня в планах? Да, здравствуйте, Анастасия. Ну, конечно, главная тема, которую депутаты планируют обсудить с министром иностранных дел, это международная безопасность. На охотном ряду Сергея Лаврова спросят о обстановке в самых горячих точках мира, в том числе, конечно, и Сирии. Кроме того, волнует депутатов и проблемы миграции, санкции, а также взаимоотношения с ООН. В общем, вопросов накопилось много, так как в последний раз Сергей Лавров был на охотном ряду ровно год назад, и за это время накопилось много тем для обсуждения. Результаты работы нашего внешнеполитического ведомства – это и практически полное исчезновение крымского вопроса из международной повестки дня, это и перевод внутрикарского конфликта в Донбассе из горячей в холодную стадию, это и фактическое признание Западом ответственности киевского режима за соблюдение достигнутых договоренностей. Это все заслуги нашей дипломатии. Мы сделаем акцент, что из всех трех направлений – запад, восток и юг – наиболее продуктивным – это было южное направление. И в царский период, советский, и сегодня. Там нас ждут, там кричат «Да здравствует Россия!», а западное направление самое худшее. А восток сложнее, далеко. Ну а в рамках заседания один из важных вопросов, которые депутаты сегодня намерены обсудить – это поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно инициативе, парламентария обяжут правоохранительные органы давать задержанному право на звонок в течение двух часов. Дело в том, что сейчас временной отрезок ограничен 12 часами и зачастую просто-напросто не соблюдается. Кроме того, согласно инициативе, задержанному должен быть незамедлительно предоставлен адвокат, и только после этого может быть составлен протокол. Разговоры о том, что мы помогаем преступности, что мы помогаем оргпреступности, они, на мой взгляд, не имеют ничего общего в данном случае с законодательством, потому что мы знаем, какой процент от задержанных доходит до суда, и также мы знаем, что даже те, кто доходит до суда, не всегда получают обвинительный приговор. Соответственно, человек имеет право на защиту, это тоже конституционное право, и вот одним из способов реализации такого права на защиту является возможность в течение трех часов позвонить. С момента задержания обвиняемого ему должен быть представлен адвокат. Такого раньше не было, вы знаете, в момент задержания люди находятся, так мягко говоря, в стрессовой ситуации, и поэтому могут себя оговорить, могут против себя свидетельствовать, что потом, естественно, негативно отражается на решении суда. Вот, если это будет принята поправка, то, еще раз подчеркиваю, с момента задержания, вот к обвиняемому должен быть представлен адвокат. Ну, а сейчас все внимание депутатов направлено к предстоящей встрече с министром. Правительственный час Сергеем Лавровым начнется сразу после перерыва, в числе тем, конечно, и политическая обстановка на постсоветском пространстве, в том числе, конечно, и на Украине. Кстати, сегодня в рамках заседания депутаты обсудят поправки в один из законопроектов, который упрощает получение вида на жительство и гражданство. Дело в том, что, согласно документу, отказаться от украинского гражданства в пользу российского можно будет без специальной справки. Как показывает практика, киевские власти зачастую создают проблемы с ее получением, так вот парламентария предлагает ограничиться лишь копией ее заявления. Анастасия. Да, спасибо. На прямой связи из Москвы была Ксения Некрасова. В Америке в президентскую предвыборную гонку вступили демократы. В Лас-Вегасе прошли первые дебаты кандидатов на главное кресло страны. Особое внимание, конечно, главному фавориту компании Хилари Клинтон. Всех интересует, насколько уверена она будет в схватке с кандидатом номер два, Берни Сандерсом. Опыта Хилари, конечно, не занимает, но слишком большой скандал. Сейчас раздувают вокруг нее противники. Но что касается тем встречи, политики назвали главной угрозой для США. Россия не упоминалась, хотя без отношений к Москве все-таки не обошлось. Нина Вишнева передает из США. Хаос на Ближнем Востоке, распространение ядерного оружия, изменение климата, кибератаки со стороны Китая. Среди главных угроз в адрес своей страны американские демократы Россию не видят. При этом вопрос о России, правда, в связке с Сирией, прозвучал в самом начале дебатов. Вы зачинщик перезагрузки с Россией. Не считаете ли вы, что недооценили русских в связи с чем Владимир Путин сейчас в Сирии? Аплодирую нынешней администрации за то, что они дали ясно понять в переговорах с русскими, что они должны быть частью общего решения закончить этот кровавый конфликт. Необходимо установить безопасную зону в Сирии. И, что еще очень важно, США должны ясно дать понять Путину, недопустимо бомбить людей от имени Асада. Для этого, считает Хилари Клинтон, Соединенным Штатам необходимо сохранять лидирующие позиции. Главный соперник бывшего госсекретаря Берни Сандерс, напротив, уверен, что Америке в сирийском оркестре первую скрипку необходимо уступить. Я буду делать все возможное, чтобы Соединенные Штаты не увязли в очередной трясине, как мы увязли в Ираке. Это величайшая ошибка за всю историю этой страны. Клинтон и Сандерс – главные действующие лица партии. Причем сразу после дебатов расстановка сил изменилась не в лучшую для Хилари сторону. Согласно опросам, 74% зрителей, которые будут голосовать за демократов, считают, что в этом туре победил Сандерс. И только 17% оставляют пальму первенства за Клинтон. Я еще не решила точно. Вероятнее всего, буду голосовать за Хилари Клинтон. Но я должна повнимательнее к ней присмотреться. Обычно я голосую за независимых кандидатов. Подпортила бывшей первой леди картину и вот эта книжная новинка – «Война Клинтон против женщин» вышла как раз день в день с дебатами. По мнению авторов, супруги Клинтон регулярно вели себя агрессивно по отношению к подчиненным, особенно женского пола. А Хилари даже занималась рукоприкладством. И в адрес мужа тоже. Оба автора в американских политических кругах фигуры известны. Роджер Стоун – консультант и лоббист многочисленных республиканских кандидатов. В последнее время активно работает с Дональдом Трампом. Роберт Мюроу – историк. Известен своим пристрастием к разного рода конспирологическим теориям и лютой личной ненавистью к Хилари Клинтон. Насколько книга «Клинтон против женщин» повлияет на эту избирательную кампанию, пока сказать трудно. Но настроение у главного демократического кандидата определенно будет испорчено. Пока настроение изрядно портит сенатор Сандерс. При каждом удобном случае он называет себя социалистом. Не зря свой медовый месяц когда-то провел в советском Ярославле. Даже придумал термин – демократический социализм. Из-за его активности и Хилари Клинтон пришлось уйти влево. Кстати, за частую смену убеждений ей пришлось держать отдельный ответ. Как и у большинства людей, у меня бывают разные мнения, но они базируются на моих ценностях и моем опыте. И я не отступаю, когда речь идет о передовом опыте. Ждали на дебатах и Джо Байдена. По опросам, 48% демократов хотели бы, чтобы он тоже принял участие. Технически это возможно даже без вступления в предвыборную гонку. Но вице-президент верен себе, продолжает сохранять интригу. Остальных участников дебатов даже сами американцы друг от друга отличают с трудом. У меня не было скандалов. Я очень четок в своих принципах. Половину своей жизни я провел вне политики. Часть потенциальных избирателей также вне общественной жизни. И даже о том, что у демократов первые в этой кампании прения, не в курсе. Чьи дебаты? Извините, я далек от политики. Следующая дискуссия демократических кандидатов на пост президента США 28 октября. Всего их запланировано 6. Для сравнения, у республиканцев 12 раундов. Правда, там и кандидатов в два раза больше. Тем более, что один из них Трамп. Нина Вишнева, Олег Верник, 5 канал, США. В Лондоне назвали имя лауреата самой престижной литературной премии «Букер-2015». С лучшим романом на английском языке жюри признало произведение уроженца Ямайки Марлона Джеймса «Краткая история семи убийств». Он стал первым писателем с Ямайки, который не только победил, но и вообще попал в длинный список претендентов на Букеровскую премию. Для автора победы стало полной неожиданностью. Во время получения награды Джеймс пошутил со сцены, что был настолько уверен, что не выиграет, даже не подготовил соответствующую событию речь. Лауреата ждет премия в 77 тысяч долларов.